Добрый вечер. Первый раз в жизни я продал на минуту без технической причины. Итак, поехали. Мы с вами на моем специальном папке. Видите, какие красавицы. А у меня все-таки. Сегодня еще с одной познакомили красавицы. Итак, вебинар. Значит, это территория соседа. Когда-то я ему сделал 40 прививок. Почему запомнил? Потому что равно 40. И посадил 30 саженцев уникальных. Вот. Заврядным считалось только вот этот вот абрикос. Это был косточка порощена от этого. От моего манчжурца-патриарха. Вот. Результат вы видите. Потом три года ездили. Подряд телевидение. Ради этого участка. Сейчас объясню. Смотрите. Вот. Это моя новая соседка. Фотография сделана на днях. Купили этот участок. Приехали из Красноярска. Вот. А сада-то нет. Значит, сад был уничтожен руками человека. Вначале дело было так. 20-25 лет назад я посадил им сад. Они мне уступили полсотки. Как я старался? Лучше из лучших саженцев. Еще 40 привел. Потому что у них было много всякого тюрьма. Извините за выражение такое слово. Вот. Которое я перепривел. У меня... Я туда редко делал фотографии. Кроме этого, еще несколько вещей найти надо. Да? Потом, когда это... Слава пошла так, что не я просил 5-летних приехать, а они уговаривали принять меня. Вот. И вот здесь... Это был первый год, когда заплодоносили эти сыновья манчжурца. Я их так называю. Потом приехал человек. Я ради вот этой девочки говорю. И вот этого пустого сада. Вот теперь уже пустого сада. Посмотрите вот сюда. Вот видите слева пень. Вот это все было. Значит, приехал их родственник, сказал, что... Мне, когда я начал ругать, он сказал, что я ничего не понимаю. Вот. Чем больше режешь, тем лучше деревьям. И полностью, ну, процентом на 80 уничтожил сад. Вот. И вот эта девочка... Это как символ. Вот эта девочка приехала из Красноярска. Они отдали за этот участок. Ну, не такой же большой. Домик скромный. Миллион двидцать пятьдесят тысяч. А сада нет. Вот. Ну, я уже подарил ему одну грушу. Как к этому... Соседу как... Как это называется? Как к этому... Новосеву. Вот. Ну, будут приезжать сюда отдыхать. Пока жить не будут. И все равно обидно. Но дело было так. В этот год все было прекрасно. Я вам в других вебинарах раньше показывал эту страшную картину. Вот. На дерево вот такое вот. А сбоку вот такой толщины штамп. А сбоку то есть такая зменка. Она может чуть-чуть меньше. И вот так вот горизонтально. Вы помните мой принцип? Не подходи. Не навреди. Как в медицине. Не навреди. Вот делал целиком, отрезал. Приехал на телевидение. Показал мне эту рану. Показал ее. И вам показывал ее. Фотографию. Только что неудобно каждый раз показывать. Вот. Прошел еще год. Приехал на снова телевидение. А мы с телевидением тогда... Это было другие люди. Мы делали вечерние фильмы. По нескольку часов я ходил рассказывал. Махал руками. Они снимали. А потом резали по пять минут. Показывали мои пятиминутные. Прямо отрезка. Отрезали кусочек. Потом кусочек. Я потом насчитал за один год с повторами в шестьсот. Шестьсот передач. Ну, учитывая, что повторы были утром, днем и вечером. Боялся по улицам ходить. Вот это была звездность. Вот так вызвездился. И вот получается, что все это на глазах уничтожалось. Все это в фильме снималось. И с тех пор и до сих пор ненавижу вот эту обрезку ради обрезки. Понимаете? Вот это же он уничтожил. Из тридцати осталось несколько коллег. Ну, двадцать уничтожил своими руками. А мне сказал, что я ничего не понимаю. Вот. Это жертва, в свою очередь, тех, кто учил раньше. Вот. И вот теперь у этой девочки больше нет сада. Нету. Ну, поглядите на эти жалкие остатки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!